Друзья, одно из требований ФИПИ к эссе и к письму – это чтобы вы верно использовали средства логической связи или, по-простому, вводные слова и союзы. Заметьте, что нет требования по количеству этих средств логической связи, то есть нет такого требования использовать как минимум пять вводных слов или союзов. Но вы должны обеспечить связность текста, а вот сколько и какие средства логической связи вам для этого понадобятся – это уже на ваше усмотрение. Но здесь есть одна проблема. Дело в том, что письмо к другу вы должны писать в неофициальном стиле – informal style, а эссе вы должны писать в нейтральном стиле. А это значит, что не все вводные слова и союзы, которые подойдут к эссе, подойдут и к письму. И наоборот. Итак, давайте разбираться вместе. Вот эти вводные слова подойдут только к эссе, а вот эти синонимичные подойдут только к письму. В эссе мы скажем firstly, secondly, в письме мы напишем first of all, to start with, another thing, я говорю запятая, чтобы вы запомнили, что после вводных слов, так же как и в русском, мы в английском языке всегда ставим запятые. В эссе мы напишем therefore, as a result. В письме say, that's why. В эссе мы напишем moreover, в письме next, plus, эссе undoubtedly, письмо of course. В эссе мы скажем I'm convinced that, в письме well, м-м-м. В эссе in conclusion, to sum up, в письме anyway, м-м-м. Также, друзья, вы можете использовать союзы and, but, и сэ и в письме, и в эссе. Но если в письме вы можете начать с них предложение, то в эссе этого делать не нужно, так как это будет нарушением нейтрального стиля. В эссе эти союзы ставьте только в середине предложения. Because вы тоже можете использовать и в письме, и в эссе, но, пожалуйста, не там, не там, не ставьте его в начале предложений. Используйте because только в середине предложения. Конечно же, это далеко не все вводные слова и союзы, которые мы можем использовать в разделе письмо, Чтобы получить полную таблицу всех линкеров для письма и эссе, а также подробно разобраться с критериями оценивания и с требованиями ФИПИ, и также получить лайфхаки, которых вы больше нигде не найдете, пожалуйста, записывайтесь на мой вебинар Essay Success, который пройдет в субботу, 12 октября. Стоимость полторы тысячи рублей. Чтобы записаться, пишите мне на info.sobakanrease.ru Подробная программа вебинара будет в описании под этим видео. Я буду всех вас ждать. See you soon. Bye-bye. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok